уважаемые любители моих небольших роликов сегодня мы продолжаем серию эволюция сегодня и у нас неожиданное название самострел мозга никак не связаны с событиями в малоруссии начались идет о том как человеку сделаться счастливым но при этом не просто счастливым а по-настоящему до конца то есть стать счастливым идиотом значит это достижимое состояние которое в рамках эволюционного процесса в общем-то приготовлено нашей обезьянь и эволюции об этом я пишу в своих книжках таких как возникновение мозга человека происхождение мозга ну здесь более общих частях ну и конечно церебральный сортинг как же достичь этого благостного состояния нарушение которого вызвало такой массовый побег из россии этих пивунов и плясунов ну иногда заднеприводных как вы понимаете но они нашли свое счастье в других странах и надеюсь что там и останутся значит дело в то в чем дело в том что вот такой сладостный счастливый идиотизм он в общем является биологической мечтой любого гоминида в той или иной форме но известно же что если взять какого-нибудь гений гения его как следует накормить напоить если это мальчик то его предложить большой выбор разнообразных соблазнительных фертильных самок но если девочка вдруг окажется такой сообразительный то значит соответственно и мускулистых и длинно причиндальных самцов то добиться гениальности от этого существа которое будет находиться в состоянии сытости комфорта и эротической удовлетворенности будет крайне сложно то есть вот это и есть мечта нашего мозга то есть он возник и сложился для чего но не для того чтобы высшей математикой заниматься или там исследование мозга упаси бог он сложился возник в процессе эволюции совсем по другим причинам чего же наш мозг хочет цель любого мозга независимо от того кому он принадлежит стоит в том чтобы оказать посильную помощь в размножении в добывании еды и доминантности вот для этих целей собственно говоря он и существует не надо пугаться это всего лишь навсего секундомер которым я отменяю свои короткие ролики он хороший очень златоустинский вот мне очень нравится потому что он работает намного тише чем мой предыдущий секундомер который военно-морской и использовался в старые времена для отсечки запуска торпед хотел мне больше нравится потому что там много точнее но златоустинский зато работает тише и не пугает особенно слухливых зрителей так вот цель мозга это размножение до доминантности весь наш большой мозг был изначально только для этого ты приспособлен то есть наша вот это вот кора с бороздами извильно это дополнительный вспомогательный аппарат для того чтоб решать эти незатейливые проблемы но если они благодаря добра богатом или вороватом родителям решены то в общем зачем и тогда мы остались на этом прекрасном состоянии австралопитеков никакого бы такого мозга большого никогда бы не получили но к счастью не все рождаются сытыми счастливыми полностью обеспеченные и решившими свои половые проблемы то есть анти цель нашего собственно говоря мозга это делать осмысленные поступки и реализовывать уникальные человеческие способности цель плохая неправильная с биологической точки зрения и мозг ее решать категорически не хочет я уже об этом много раз говорил и к сожалению отвечая на многочисленный вопрос а как вот с гениями проблем то можно родиться с гениальным мозгом но если вас закормят котлетами из черной икры и ferrari lamborghini а еще дай бог и bugatti но в смысле самодвижущихся тележек то никакого гений из вас не получится даже с выдающимися задатками потому что даже имея выдающиеся задатки к сожалению нужно как бы вам так сказать помягче пахать до мокрой спины потому что мозг будет всю сознательную жизнь сопротивляться но посмотрите на уже состоявшийся гений на одну хорошую гениальную работу художника 10 ну просто дряни на прекрасное сочинение там выдающегося композитора не буду называть их чтобы не подвергаться астракизму 5 вообще никуда не нужных то есть такие которые являются почти отписками то есть но гению проще добиться высоко высокого результатов том всех обманывать за те же деньги обращаю ваше внимание то есть мозг и у гения и его обывателя работать примерно одинаково по этой причине очень трудно очень трудно заставить его работать и реализовывать человеческие свойства то есть естественные занятия до размножения доминанта вступает в вечное противоречие с вынужденными запах событиями из которых иногда в результате их конкретного приложения конкретному делу иногда получаются гениальные результаты поэтому как бы люди ориентируются на первое потому что мозг затрачивать не надо занятия простые удовольствие от изготовления потомков понятные от выпендрежет тоже ну и чё сморачиваться если есть возможность то можно и не думать ну так и и не думают ну и очень хорошо что видно кстати по очень многим комментариях к моим ролик ну и какие же пути для счастья то есть как бы вот так сделать а здесь существует еще один хитрый способ поскольку мозг все-таки беспокоит немножко но хочется как-то выпендриться по отдельному по особому то вы предлагаются разные варианты отработанной эволюции какие ну например религиозная увлеченность или партийная пожалуйста семейная репродуктивная но когда все силы отдаются на то чтобы вырастить таких же балбесов как ты сам то есть кладется жизнь просто иначе говоря и в основе этого лежит собственно говоря не просто некая увлеченность теологий какой-нибудь завиральной наукой плоской землей там их с лучами влияющими из космоса и пронзающими все на свете прочь всякая чушь кроме этого существует такой прием поиск парадигма то есть человек ищет парадигму перевожу на более понятный большинство язык то есть алгоритм и поэтому алгоритму начинает жить почему и так притягивает до очень простой причине он перебирает человек в течение своей жизни много подходов но в детстве в юности он в конце концов набирает некий набор социальных инстинктов отбирать те которые эффективны эффективно и складывает отдельно этим он пользуется они эффективны они так лимитация интеллекта то есть вот получается что для социальных достижения социальной стабильности а многие люди увлекающиеся в том числе семейной жизнью там мы прочими всякими штучками такого рода они именно предпочитают стабилизировать свою ситуацию он начинает придерживаться некого набора парадигм то есть социальных инстинктов как у меня написано в книжке морфология сознания который накапливается во всю жизнь они более менее эффективны но и понятно что они становятся постепенно второй натурой но в результате выскочить из этих парадигм он не может но приведу простой пример который вам всем хорошо известен если умному ребенку задать простую задачу ну загадку и задать такую же загадку очень посредственному посредственно ребенка мгновенно даст правильный ответ правильный ответ а вот умный будет скрипеть мозгами ковырять в носу и в конце концов чего-нибудь наврет то что не соответствует этому в чем дело почему умный бессилен перед примитивными загадками а по и это даже задачками да очень просто он думает над заданным вопросом они рефлексируют в рамках парадигмы социальной структуры существующего общества он видит много ответов на заданный дегенеративный вопрос простейший он не живет в системе социальных инстинктов которые напитали вот эти подростки которые ни о чем не думают моментально отвечают на вопрос то есть он умный он пытается осмыслить то что ему задали и найти решение их сразу появляется много причем чем более дегенеративный вопрос тем больше на него ответов поэтому умные на простые загадки как правило не отвечают или отвечают неправильно и это дело не в том что они вдруг такие вдруг неожиданно одури или нет они просто думают прежде чем говорят они совершают парадигматический акт ответа на некую социальную задачу поэтому подумайте глядя на своих детей может быть делая в плохие в решении простейших задач и простейших вопросов не в том что у вас сынок или дочка отстает в развитии а может быть именно как раз дело в том что они видят много ответов на простой вопрос а это признак большого ума это значит в мозге происходит огромное количество связей при анализе простого вопроса собственно говоря этим умные дураков отвеличаются но известно что когда стали увлечены там индекс айкью использовать пятидесятых шестидесятых годах хотя создатель этого индекса ругался последними словами оказалось что задавая такие вопросы действительным гением записным ну кто уже много чего сделал в науке выяснилось что у них индекс айкью ниже чем у большинства слабоумных это не значит что дети с отклонениями в развитии у нас гений нет это значит то что гении имеют много ответов на простейшие вопросы поэтому парадигма это защита то есть придерженность приверженность человека парадигме или к алгоритмам это на самом деле естественная защита и чем старше человек становится тем более жестко придерживается этих парадигм это трагедия потому что это по сути дела своеобразный запрет на творческую работу то есть если он все время готов ответ в рамках вот парадигма не к которым придерживается это значит он чего нового найти не сможет или ему будет очень тяжело придется сильно над собой работать но и в результате получается то что мы видим со временем развивается такая страшная идиотическая тупость упертость которая на самом деле продиктована нежеланием в более раннем возрасте пользоваться собственным мозгом искать творческие ответы даже на простые вопросы финал как вы понимаете ожидается самый печальный значит махровый такой маразм который к сожалению проходит через всю жизнь человек после того как он сел верхом на наиболее эффективный алгоритм или стал придерживаться ему понятной и приятной во всех отношениях парадигмы доказать с таким людям ничего невозможно объяснить ничего нельзя они вырабатывают со временем огромное количество лингвистических приемов увертывание от прямых ответов от объясняют таким образом неким общим взглядом невозможно соответственно конкретный вопрос то есть это классический пример придерживание так сказать своей голове всех своих способностей к творчеству это печально то есть таким образом природа глубинная природа самострела то есть когда человек на самом деле застреливается по сути дела выбирая алгоритмизированные способы мышления или парадигматические конструкции которым придерживается всю жизнь и она лежит в энергетике и о чем я многократно говорил это все очень просто намного проще придерживаться некоего странного алгоритма если он позволяет не думать в обмен вы получаете эндогенные полезные вещества в детстве и каннабиоиды и опиоиды от чего детство такое загадочно солнечное а потом уже после полового сырья никогда пиво и до кончается и синтезирует столько набило это дело идет похуже но тоже наш мозг в достаточной зависимости от того чтобы не тратить энергию а не тратить и может только одним образом взять готовую бумажку на которой все написано или взять готовый алгоритм который все объясняет каким бы идиотическим он не был и дальше им пользоваться чем дольше тем лучше потому что тогда уже сомнения в его верности не возникает в результате возникают ситуации которые могут лечиться только с помощью гильотины или очень жесткого искусственного отбора летального типа переделать уже людей которые десятки лет подкрепляют свое невежество каннабиоидами очень трудно сами понимаете ситуация безвыходны но и поэтому они избегают новых затрат а с трудом могут что-то сообразить изменить свою точку зрения или например встать на чужую точку зрения разделить ее как то что как вы понимаете или лежит в основе большинства летальных конфликтов как на бытовом уровне так и на государственном постарайтесь не лениться и пользоваться мозгами хоть иногда быть может вы сохраните способность к творческому мышлению и адекватному восприятию окружающего мира по стране постарайтесь по дольше не устраивать себе самострел мозга и таким образом получать от жизни массу удовольствия знакомства с новым и неизведанным на этом я с вами прощаюсь до свидания и но и а а и и а Субтитры создавал DimaTorzok